Добрый день! Мы находимся в коттеджном поселке Дудскино Солнечногорского района. Здесь мы выполняем строительство коробочного фундамента под проект Дом за 100 дней. В проекте небольшие изменения. Здесь мы добавили погреб и расширили веранду. Коробочный фундамент представляет из себя конструкцию, состоящую из двух монолитных плит, соединенных между собой перегородками. Мы в прошлый раз залили монолитную плиту толщиной 150 мм с выпусками арматуры. Выпуски сделаны таким образом, чтобы они попадали в просветы между пустотообразователями. В роли пустотообразователя выступает пенополистирол. Мы видим, как он уложен. И между выпусками пенополистирола выпуски арматуры. Далее, сейчас мы связали верхнюю сетку и будем заливать все это бетоном. То есть, вторая заливка предполагает у нас, что мы заливаем одновременно и ребра, и верхнюю плиту. Таким образом, у нас после заливки, после затвердевания бетона, у нас будет единая монолитная конструкция, которая будет работать сообща, то есть верхняя и нижняя плита. Это увеличивает очень сильно жесткость фундамента, его надежность. В данном проекте мы установили пластиковый погреб. Для этого мы вырыли под него котлован, залили монолитную плиту и далее его сюда поставили краном. После этого мы его утеплили со всех сторон, то есть сверху и с боков. И там заказчик сможет хранить различные продукты. То есть, там будет всегда температура плюс 10, плюс 13-14 градусов максимум. Вот как выглядит погреб. Здесь с него залита сейчас вода. Это сделано для того, чтобы он не всплыл в процессе работ по фундаменту, потому что здесь достаточно высокий уровень грунтовых вод. Из коммуникаций, которые мы заложили сразу при строительстве этого фундамента, это полная разводка канализации под плитой. Также вы видите три красных трубы. Это закладные трубы для ввода коммуникаций. То есть, первая труба у нас для ввода электрики, вторая для воды и третья для слаботочки. То есть, это интернет, это домофон и так далее. Также вы видите, мы сделали здесь вентиляцию из погреба. То есть, это уже было конструкторское такое решение заказчика. Потому что данный погреб, он ставился не по проекту. Фактически мы здесь уже на месте в полях, по ряду в уголе как-то все будет стоять. Мы здесь видим вот такие вот бетонные квадраты, которые образуют, которые предназначены для того, чтобы создать защитный слой бетона, защитный слой арматуры. Они сделаны специально таким образом, то есть, они делались вручную, для того, чтобы нагрузка от арматуры и при заливке бетона не могла сжать пенопласт. То есть, пенопласт достаточно мягкий материал. И вот эти вот большие такие прямоугольники бетонные, они позволяют распределить нагрузку на него таким образом, чтобы он нормально не проседал. Общая высота фундаментной плиты составляет 650 миллиметров. Данный фундамент целесообразно применять, когда необходимо создать высокий цоколь, то есть, хотя бы 3-4 ступеньки. Также он подходит для больших нагрузок, то есть, для тяжелых домов и для слабых грунтов. Ровность поверхности будем проверять с помощью ротационного лазерного нивелира. Продолжение следует... Продолжение следует...